Министр обороны РФ Сергей Шойгу о ситуации в Сирии сообщил следующее. Освобождено 998 городов и населенных пунктов. Освобожденная площадь 503 223 квадратных километра. Сегодня ИГИЛ контролирует менее 5% до начала операции Воздушно-космических сил России. ИГИЛ контролировал более 70% территории Сирии. Все бы ничего, да только территория Сирии охватывает примерно 185 180 километров. Если посчитать вместе все пустыни, равнины и горы, она все равно приблизительно в 4 раза меньше той цифры, которую освободил Сергей Шойгу. А потом мы удивляемся, почему С-400 не летают на короткие дистанции в силу кривизны земной поверхности. Вы понимаете, что они там все дебилы. Все без исключения. Некоторые стали искать логику в словах Сергея Шойгу. Может быть, это некие стадии освобождения. После очередной сдачи территории, новая освобожденная территория суммируется к той, которая уже освобождалась. Потом освобождается по новой и опять суммируется. И так он вышел на эту цифру 503 тысячи километров. Кто-то пишет, да нет, они с запасом освобождали. Ну или по пять раз одно и то же. Война все спешит, мало ли что. Наиболее точная версия того, что они до такой степени привыкли там все приписывать, чтобы распиливать расходы, что уже и территорию Сирии в пять раз преувеличили. А на самом деле это совершенно не смешно, а очень даже печально. Потому что российские войска официально находятся в Сирии уже два года. А министр обороны этой страны даже приблизительно не знает ни размера территории Сирии, ни размеров территории, которые были освобождены при поддержке подчиненных ему вооруженных сил России. А на должность министра обороны он ведь не с улицы пришел, не из дома два, как собираются подкинуть нового президента, не из тюремных нар, а с должности главы МЧС страны. Он просто по долгу службы, тогда еще, должен был легко ориентироваться в расстояниях и площадях. С точностью хотя бы до 30%. Возникает вопрос, что же он такое несет? Особенно интересно то, что он 100% не мог ошибиться. Ведь он не сказал 500 тысяч квадратных километров, а сказал очень точную интересную цифру. 503 тысячи 223 километра. Понимаете, эту цифру они каким-то образом посчитали, либо он вообще в упор не видит те цифры, которые у него написаны. Все мировые СМИ говорят о том, что АСАД контролирует всего лишь половину территории, приблизительно 50%. Остальную контролируют курды, еще есть зеленые, ну и игиловцы до сих пор еще там. А Сергей Шойгу пребывает в каком-то параллельном мире. Между прочим, это очень прискорбно, потому что страна, имеющая ядерную кнопку, и министр обороны это тоже один из тех людей, кто принимает решения. Представьте, у руля страны стоит сумасшедший карлик, у которого давно уже крыша поехала, а его заместитель второй, имеющий право голоса, не умеет считать до пяти. Вот и станет от этой мысли не очень-то смешно.